Я расскажу, почему это, хотим поговорить. Мне позвонила Ваша тётя родная, Галина Петровна, и очень сильно просила, чтобы с Вами кто-то именно из братьев, и сказали, лучше всего, если это Игнатий Тихонович сделает, поговорит о Вашей жизни в семье, 8 месяцев прошло после смерти мамы, и как Вы живёте, как Вы живёте, как у Вас всё устроено, что в семье становится всё только хуже. Вот я прям пункты написала, по каким пунктам происходит то, что я знаю, и то, что она мне сказала. То есть, первое, вопрос молитвы. Как я понимаю, как не спрошу, молитесь, да. Если начинаю буквально спрашивать, вот вчера молились, как Вы вечером молились, получается, то молились, то не молились, то по одному, то вообще я рано спать легла, я заболела, и как-то всё у Вас, вот нету домашней церкви, вот молитвы. Второе, режим. И уже я Вам говорила, и это продолжается, нарушение режима. Один заболела, я в 8 легла спать, другая днём выспалась, потом до 3 часов ночи не спит, потом кто-то аудиокнигу слушает, кто-то книгу читает, и в итоге и в 12 ложитесь спать. Есть такое? И в 2 часа, и до 3 часов. Я говорю, что ж ты спишь? Да я только в 3 спать лег. Как так? Ну, я понимаю, я бы сам детям не дала, но у Вас мамы нет, папа сам не спит, в интернете сидит, или там ему всё равно, он уснул. Все ложатся в разное время. Соответственно, днём тоже. По поводу еды. Всё время друг на друга пихают, кто будет готовить, как готовят, тоже жалобы, что нет чёткого распределения, кто готовит, кто посуду моет, кто печку топит. Вот друг на друга перекладывают, в итоге то не топлено, то не холодно. Как итог всего вот этого, что я сказала, режим, еда, молитва, вы болеете, всю зиму болеете. Вот всю зиму болеете. Даже те случаи, когда они объявляют, потом уже постфактум узнаешь, а я ту неделю болела. Говорю, да ты что, даже не сказала. Мы даже не молились, даже не знали, что ты болеешь, а ты проболела полчетверти, или сколько ты там напропускала. Болезни у вас и снижение успеваемости. Самые тревожные звоночки. Снижение успеваемости у всех. У всех. Ещё вот Нестор сейчас подправился, без троек закончил. Нестор. Остальных у всех троек нахватали все. Фросичка, ты что ли? Ты же у нас хорошо училась, отлично. Она не хорошо, она отличница была. Я говорю, отличница. Она теперь троечница. Ты что, Фрося? Она теперь стала троечницей. У неё пятёрка по рисованию зато. Мы рисуем, мы играем на музыкальных инструментах, учёба. Я тебя, детка, в пример своим детям привожу. Я говорю, смотрите, Фрося, как она учится, умница. На одни пятёрки её хвалят. Мамы нету, папа глупонемой, условия. Ты пойми, ты пойми, что вот это учение, как я своим детям говорю, может быть, многие дисциплины тебе не пригодятся в жизни. Но для того, чтобы тебе поступить, ты хотела же на медика поступать. Да. Тебе нужны эти знания, чтобы поступить, чтобы отучиться и приобрести эту профессию, о которой ты мечтаешь. Потом, конечно, тебе, возможно, высшая математика не будет нужна в той специальности, кем ты будешь, хирургом, неврологом. Ну, что будет поступить, и чтобы дальше учиться, тебе нужны эти пятёрки. В мед не поступишь просто так. С тройками нет. Да там даже и хорошистами. Там даже с четвёрками, я думаю, нет. Ты должна иметь пятёрки и по рисованию, и по физре. Ну, максимум по физре ты можешь четвёрочку. Понимаешь ты? Понимаешь? Не ради Вани, не ради тёти Наде или нашего разговора. Ради себя. Ради себя. Ты сейчас это время потеряешь. Его не будет больше. Его не вернёшь. А всё уже. Репетитора нанимать не на кого. Не на что. Может быть, вы надеетесь на то, что Игнатий Тихонович объявил вот этот сбор, и у вас там есть копилочка. И, может быть, там за эти деньги тебя будут учить. Я не знаю, как отцы благословят. А если нет, а ты на это понадеялась. Там сейчас среди платников конкурс. Я это вот схожу, сейчас приёмная комиссия спрашивала. Среди платников тоже конкурс. Надо тоже с пятёрками быть, даже за плату. У тебя вот тут семь пядей во лбу должно быть, чтобы ты могла поступить. Ты поняла про учёбу? Детка, ты ради себя это делаешь, не ради кого-то. Ради себя. Твоё будущее вот в твоих руках. Не ленись. Не ленись, ты потом горько пожалеешь. Ты мне лапочки не потеряла? Нет, сегодня она была лапочкой. Сейчас, не забудь, не раздави нигде. Просто это уже как бы результат. Сниженная успеваемость – это результат чего-то. То есть что-то за эти восемь месяцев в семье произошло. То, что Настя под контролем ещё держала. А произошло вот это всё. И успеваемость – это как последний пункт уже из всего болезни. И успеваемость упала. У Вани там по некоторым предметам снижение было серьёзно. Опять же, болезни, пропуски. Вань, на данный момент что у тебя с учёбой? Есть какие-то прорехи, которые грозят тому, что ты там не сдашь эту сессию? Или как у вас там? Нет, то, что не сдам – нет. Пока что всё нормально у тебя? Слава Богу. Ну ты смотри, старайся. Вот знаешь, как вот даже болеете, вы узнавайте домашние злые. Да, я писал. Узнаёшь, делаешь. Потому что никого не интересует. Болел ты, умирал ты там чуть ли, понимаешь, в лихорадке лежал. Ты должен прийти, знать материалы, отвечать. Ты уже взрослый мальчик. Давай, старайся. В ваших руках. Учёба – это всё, это ни от кого. Вот от нас вот здесь ничего не зависит от вашего учёба. Только от вашего старания, от вашей неленности, усердия вашего. Ребят, старайтесь. Жизнь заново не проживёшь. Скажите. Вот Галина, ваша сестра, сказала, чтобы поговорил брат и поговорил жёстко. Тётя, тётя, ты имеешь в виду Галина. Галина, да, тётя, Галина Петровна. И она прям просила поговорить с вами жёстко. Потому что вот они с вами уже говорили. Вы их не слышите, родных тёть. Там уже говорили всякое разное. Я с вами говорила. Учителя, учительницы жалуются на Фросю. Кураторы жалуются. Никого не слышите. Уже вся надежда, вот если из церкви кто-то с вами поговорит, ещё замотивирует вас на всё предыдущее. А учёба как финал, как результат. Там поспали, там отдохнули, там книги целыми пакетами. Книги читают, берут в библиотеке. Молодцы, очень много читают. Художественная литература, аудиокниги слушают. А учёба по боку. А днём спят. Как не позвонишь? А где Фрося почему трубку не берёт? А она спит. Три часа дня спит. Как так? Ей не позвонишь, спит. Да, она приболела, спит. Всё время спят. Или книги читают. Конечно, сегодня чуть-чуть не доучила, завтра не доучила. Вот и получилось, что в первой четверти ты была почти отличница. У тебя было две четвёрки, а сейчас ты троечница. У тебя пятёрка по рисованию только осталась. А что у вас с молитвой? Почему у вас не получается? Вы не вместе встаёте? Ну, я с нескольцем вместе. Нет, так не пойдёшь. Что значит ты с Нестором? Ты самый... Нет, ты второй же, да? Ну, из братьев. Ты самый старший. Поднимай. Поднимай. Девочки, помолимся? Я обычно прихожу, их уже нету никого дома. Я на послочке, они улетают. Подожди, я спросила про утро. Утро. Куда ты приходишь, их нету? Ну, когда я утром прослаюсь, они сразу уже уходят. Они встают раньше. Они тебя не разбудили. Они, значит, вместе с вами не молились. И ты даже не знаешь, молились девчата. Нет, правильно получается? Вот так. Вы с Нестором молитесь, когда встаете? Вы с Енафой молитесь, когда встаете? Я отдельно встаю, я раньше встаю. То есть ты встаёшь раньше Енафы? Ты молишься, собираешься в школу, уходишь. Потом Енафа встаёт. Ты видишь, вообще знаешь, сестра молилась, не молилась? Нет. А Енафа, говорит, она первая встаёт. Хорошо. Смотрите, Ваня, сейчас Енафа с нами нету. Она тоже старшая. Фрось, ты тоже уже взрослая девочка. Не нужно говорить, ты маленькая. У вас уже маленьких нету. Нету. Самый маленький у вас, это такой, как у меня, средненький. Это уже не маленький, я этот возраст знаю. Вы все уже большие дети. Понимаешь, Ваня, вот молитва, это то, что вас объединяет. Ваша, вот как тётя Надя сказала, ваша домашняя церковь. Молитва и чтение Слова Божия, оно не должно быть. Мы с Нестором, Енафа, не знаю, молилась ли, Фрося тоже не видела Енафу, уже ушла в школу. Просыпайтесь, договоритесь, кто первый из вас просыпается. Встаньте все. Вставайте быстро тогда, ей нужно раньше, и скорее убегать там на автобус. Вставайте быстро. Глаза умыли там, потом всё остальное. Помолились, почитали Слово Божие, непонятное место. Читайте то, что с толкованием даже, непонятное место. Мы утром читаем с толкованием, апокалипсис. Ну, я не знаю, что там вы проходите по Библии, то читайте. А потом уже, если у тебя время, приляжь. Нету времени, дальше делай печку топи, там всё. У вас же там работа не в проворот. Вам помочь некому. Были бы, говорю, в пределах города, мы бы хоть бы там приезжали, там, что-то помогли. К вам часто не наездишься. Не проедешь сейчас вообще. Вчера еле как прошли. Понимаете? Вы должны вот молитву контролировать. Этот вопрос контролируй. Возьми на себя. Я сейчас не могу сказать. Енафис, скажи, я тебе говорю. Ты сейчас при этом разговоришь. Возьми под контроль вот этот вопрос. Вы молитесь вместе. Несмотря на то, что ей к десяти, тебе к восьми. Ну, без разницы, кому, к скольки. А в просе, к примеру, вообще во вторую смену. Вы молитесь вместе. И вместе читайте Слово Божие. Вы можете завтракать по отдельности, если вам, например, сейчас не хочется, у тебя там живот болит или еще что-то. Ну, молитва и Слово Божие, оно должно быть вместе. Сейчас к исповеди нам готовится на этой неделе. Осталось две исповеди. Вот, на неделе. И следующее будет, это верное воскресенье. Ты слышишь меня, детка? Вот вопрос исповеди. Возьми на себя. Каким образом? Ты должна, у вас у девушек особенный там свой график, ты знаешь, о чем я говорю, подготовиться в нужный момент. Мальчики, вы в любой момент готовьтесь уже вот к следующему. Пока здоровы, потому что, не знаешь, вдруг заболеете. Готовьтесь к этой неделе. Если все хорошо, приезжайте, готовьтесь. Если вам негде переночевать в городе, ну, поедемте. У меня тесновато, конечно. Надежда Васильевна двоих, троих примет запросто. У Надежды Васильевны гостиница. Она останетесь, переночевайте, утром пойдете на предчастие. Смотрите сами. Папу предупредите, и все. Это тебе над контролем исповедь, поняла? Хорошо, Фросенька. Ты не маленькая. Я смотрю, у тебя вот такая есть черта. Я к тебе что-то подойду и спрошу. Вань, что там? Как будто ты не знаешь. Ты отсутствуешь в собственном семье. Понимаешь? Это некая безответственность. Некая равнодушие. Мне все равно по тому вопросу. Вань, отвечай. Или я не все равно. Тебе не должно быть так. Ты уже не маленькая. Вот поэтому. Ты не маленькая. Ты сейчас будешь болеть об исповеди, чтобы все дети в вашей семье сходили на исповедь. Понимаешь? Поняла? Ты согласна на сегодня эту ответственность? Молодец. Контролирую. Вы знаете, какие молитвы нужно читать. У вас есть этот сборничек? Да. Все. Это на твоем контроле. Молитва, чтение слова уже на твоем контроле. Вы пока здесь вдвоем больше не на кого. Потому что, если я скажу, скажите, Енафи... Нет, я говорю, вот сейчас это вам. Печку кто топит? Папа. Папа ее топит? Тепло в доме? Тетя Надя говорит, у вас там прохлада. Но видишь, каждому свое. Мне, например, надо потеплее, кому-то надо посвежее. Он потеет в моей обстановке. Понимаешь? Как бы так. Девчонки, носите носки. Это тоже тебе говорю. Енафи передает. В частных домах всегда пополы холодные. Пополы не горячие. Это не квартира. У вас же нету там теплого пола, называется такое? Нет, нет. Обогрева нету. Обогрева нету, значит, все. Носите носочки или тапочки. Любые. Носите, это ваше девичье здоровье. Это тебе на всю жизнь. Ты один раз потеряешь, ты будешь околачиваться в этих женских больницах. Страшные эти неприятные процедуры. Это все впереди. Это все впереди, если ты сейчас не побережешься. Сейчас весна, одевайтесь потеплее. Это все обманчивая погода. По здоровью вам понятно? Потеплее. У меня все. Значит, можно я еще посмотрю по списку? Еда. Кто готовит кушать? У вас как-то вот по очереди вы или как вы готовите? Вот вы сейчас одни. Инна Сихоныч, кушать отпустите детей? Нет, пока подождите. Попозже чуть-чуть оставьте, пожалуйста. Дети на улице все ушли. По поводу еды. Кто готовит вас? Папа не готовит. Нет. Все. Значит, готовите только вы, дети. Вот я росла, у нас не было мамы. Папа работал. Готовили мы дети. Вот что приготовим, то и едим. Но мы знали. Отец придет, все должно быть готово. Кто у вас готовит по очереди? Какой у вас график? Ну, Ваня, он неделю там, я поняла, учится. Фрусик, кто у вас готовит? Чаще я. Понимаешь, вот я понимаю, ты чаще и ты устраиваешь. Теперь тоже уже надоедает. Почему всегда я должна готовить, да? Может быть, вам очередь какую-то организовать? Ну, вот Еня пять недель дома, она готовила. Пять недель болеет, она пропускает. Или тебя ждала со школы? Нет, смотри, она болеет. Ну, вот, ну, как ее, болеющую? Ну, ты старше, иди готовь, ты же старше. Но она болеет. Бывает такое, что, ну, мы все болеем, мы все люди. Но тяжело ей встать с постели, голову по с подушке поднять тяжело. Вот в эти моменты будьте очень чутки друг к другу. Даже если там ее очередь дежурства там или еще. Я не знаю, как у вас. У меня в доме дежурство. Каждый знает, что он сегодня дежурный. У нас есть график. Когда, даже кто готовит, смотрим, ты вчера готовил, ты сегодня. Вот как у вас этот вопрос? Кто готовит? Есть какая-то ответственность на ком-то возложено? Или только на тебе? Ну, у нас обычно, когда мне вот говорят, то, что покушать нужно приготовить, я всегда не стара подряживаю, чтобы он встал, пошел, картошку почистил. Вроде приходит, картошка почищена, она ставит, варится. Вот, это уже хорошо, молодцы. Можно, конечно, лучше вот так распределять. Например, одни сегодня готовят овощи какие-то, другой шеф-повар, как говорится, он эти овощи там складывает, готовит. Следующий день поменялись. Потому что картоху чистить не каждый день, но тоже. Ну что каждый день картоху чистить? Следующий день поменялись. Другие чистят картоху, морковку, все остальное. А ты там уже готовишь. Как-то по организованию, ребят, вы не должны оставаться голодными. У вас денег на питание хватает? Никаких у вас... Не бывает такое, что голодные легли спать, потому что у вас в кармане ни копья. Не было там. Замечательно. Я возьму тот список. Про школу мы сказали. Ой, ребятушки. Ну все тут. Режим. Игнать Тихонович, скажите вы теперь, Игнать, что наставление. Я с вопроса начну. В субботу, когда приходите, уже поздновато. Зимой темно. Я к вам подхожу и говорю. Надежда Васильевна ждет вас. И накормит бесплатно, и уложит. И тишина. И утром встали рядом. А это идти за городом ночью. Утром опять. И вы не остаетесь. Упять вставать ночью. Почему вы не остаетесь, когда я вас просто задерживал? Просил. Притом не один раз. Здесь прошу. На улицу выйдут. Я на улицу опять похожу. Ну вот только 15 шагов, и вы уже скрылись. Утром встали. Говорил? Забыла? Я сколько раз подхожу. Не один, не два, Вань. Не ходите. В этом году вы были один раз, когда мы зимой. Мы к нам подходили, мы говорили. Ну почему мы же не домой? Почему ночью вы потянулись такую даль, а утром снова идти километры эти, машину нанимать деньги? Почему вы не остаетесь здесь? Мы же оставляли Нестора. И Фрося не оставались, а мы с Янафой уезжали. Потом приезжали. Зачем уезжать? Девчонки одной ночью где-то. Ты сейчас, то есть ничего в этом не видишь плохого или опасного, а все равно руками разводишь. Когда рядом верующая бабушка ждет вас, любит вас, все равно махнулище, говорится, через забор. Это нельзя ничем объяснить. Ничем. Ни здравым смыслом, ни верой, ничем. Вы что думаете? Что-то у вас там дома лучше было? Это первый вопрос. Ответа никакого нет. Притом вам это сказано, чтобы каждый раз вас не просили. Всегда. Вам здесь привет, накормят и все, что требуется. И вы помолитесь здесь. И утром встали 20-30 шагов, и ты уже опять на месте. Это сказано вам на все времена. Вот сколько было вас не ходили когда, это на все время. Не надо, чтобы я ходил и каждый раз вас за руку тянул. Это просто неприлично для меня. Почему за всю зиму, сколько раз начинали здесь? Один. Один. Так они приезжали-то, наверное, один раз, Игнать Ильич, на рождественском посту на исповедь. Они больше по субботам-то, они не ходят, дети. Только когда исповедь. Вот тогда они и оставались. И то Нестор, да, говоришь, оставался? Ну, Нестор с Хросси оставался. Ты как считаешь, что это нормально? Когда пришли здесь, побыли это время, душа отдохнула. Тут друзья, братья, с матерью хорошие отношения. Отец тут был членом общины. Тут он обратился. Однако захватили тут, то есть там дороже. Причина одна. То тамошняя, это ваше, а здесь чуждое. Вот причина только в этом. Когда здесь знакомят, никуда не идти. И вы, да, дальше продолжайте делать. Второй вопрос. Вы на него вообще отвечать не будете. Ты знаешь, как мать ушла? Сколько месяцев прошло? Я не считал. Не считал. Нам можно было подсчитать. Все-таки это мать ваша. Ты знаешь, что до самой смерти у матери были хорошие отношения. Лично у меня и с общиной у ней. И были такие хорошие. И были те, кто могли на похоронах. Вы в это время были у нас там, как уехали сюда. За это время, как матери нет, сколько раз было, что отец приходил не такой, какой должен быть? Я уж не говорю, что с ним. Не знаю, раз в двадцать. Сколько? Раз в двадцать. Ну, при мне. В общем, бесчетно. Вот бесчетное. То есть бесчетное число. Раз, вверх ногами. Когда все из дома выноси. Детей не надо. Мы тогда, когда говорили, он в груди тебе говорит, нет, это неправда. Я разговаривал с его матерью, когда у ней был. Она потом звонила сюда и говорила, да какие вы верующие, почему никаких мер не принимаете? Мера одна, только арестовать его больше никак. Но я этой власти не имею. Тогда ЛДП брали там таких. Ими занимались там, лечили в государство. Сейчас я не знаю, есть или нет. И вы, однако, рветесь туда. Вы дальше-то не хотите на шаг посмотреть. Вот она сказала, говорит, там образовали фонд, то другое. Я сказал, если только вы будете не верующие, этот фонд, она помещает. Вот Галина Александровна. Ведение и деньги все разберут по домам. Если кто давал, он не давал ни для того, чтобы вы не работали, спали, не слушались. И вас кормите. Да зачем это нужна нам, бурдамага такая в отношениях? Мы заранее, тут я объяснил, если вы измените веру, там пойдете куда-то другое, ничего вы нигде не... Зачем мы? Направление какое было дано, для чего? Я не могу ничего изменить. Свой фонд, который, можно сказать, отдельный я там держу фонд, я сразу забираю в нужное место. Но пока вы первый. Если только вы будете самовольничать, все такое, надежи на это нет. А это очень весомо будет. Фактически почти ничего. Потому что я распоряжаюсь деньгами не своими. Я несу ответственность перед Богом и перед людьми. Не потворствовать, что вы спите. Вот я всем говорю, днем никогда не ложиться спать. Вы слышали это? Не слышала? Простите, что завтрак вчера? Никогда. Мне 80 лет. После 60, необходимо час один был. Я вот так вот кинусь на стуле, вот так вот, и часы рядом. 15 минут, больше никак. Вот Володи сейчас не было, и он из больницы, и мне звонил в 4.40. Каждый день. Через стенку Надежда Васильевна колотит. Татьяна Кузьменишина звонит. Вот у меня поставил преграду, чтобы мне не проспать. И только один раз разбудили, а остальное у меня ангел будет. А ложусь очень даже поздно. Вот сегодня я во втором часу встал, уже все. Все уже. У меня огромная почта в интернете. Каждый день выставляют 10-13 роликов. Над ними надо работать. И люди новые и новые приходят. Просмотр только 32 миллиона. Подписчиков немного еще. 33 тысячи только. 33 тысячи это люди, которые знают нас, которые ищут. Мне нужна ваша помощь. А какая помощь? А какая помощь? Молитвенная. Чтобы вы это помнили. Ко мне обращаются десятки людей в один день. Там попал в аварию. Там заболели. Там переезжаем. И все звонят и звонят. И протестанты, и мусульмане. Мы знаем, что вашу молитву Бог не оставляет без внимания. Это люди говорят. Я этого ничего сказать не могу. Я просто только позвонили. Я лестовку четкий. Я уже на молитве. Вот вчера только позвонили. Я понял. Понял. Вот пока ты говоришь, уже дальше не надо. Уже скорее надо молиться. Мы за столом сидим. Обедаем. Вдруг звонок. Я часто повторяю. С Урала. Мы начали перекрывать крышу. И туша такая идет. А теперь без крыши. Помолитесь. А дальше будет чудо. Она вечером звонит. Мы чудо видели. Когда позвонили вам. И вдруг Господь сделал как окно в тучах. Тучи по сторонам пошли. Дождь идет. А над нами вообще ничего нет. Капли не упало. Мы перекрыли крышу. Это что? Ко крещению у нас приехали. Такие тучи. Помолитесь. И вдруг Бог развеял. Вот как коридор. Какое крещение идет. Приняли крещение в Германии. Капли дождя нет. Не то, что там я знаю. Или что там молитва. Милость Божия. А когда и как это Он знает. О чем у вас молиться сейчас не знаю. Потому что вас нет на молитве. Ян Златоуз говорит. Не я, не Бог тебе не поможет. Если ты себе не поможешь. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты даже босиком пришла в церковь. Ты у меня увидела. Так я тебя отдельно снимаю. Мне все это нравится. Ну отношения-то. Ты помнишь, кого везли по деревне-то на тележке. Девчонки там сдавили тележку дернули. А я ей сказал. Вот она королева. Ее тут садите. И всю деревню туда и обратно провести. А потом кого они возили-то. А потом вернулись. Вот так. Мы ничего не должны пропускать мимо. Элемент воспитания в нас самих. Вот у меня отец Тихон Дмитриевич. А родной его брат Стефан Дмитриевич. Рядом через дом. И между ними была вражда. Мой отец выпивал. Пьяному дадут покурить. И скверные слова были. Матерщины. У нас в семье никто не матерился. Я еще одного мата не сказал. Но вот ночь наступает. Все улеглись. Я потихоньку встаю. Может быть первые час ночи. По огородам или где. К дяде. Он через дом. Дядя знает. Он верующий. Я сижу и слушаю. Ребенок. Ночью. Отец намерно запретил ходить туда. Не сдумывай там. Он крутой очень был. Он мог крепко. Крепко излупить. А я все равно уйду. Мне надо послушать. Я ничего не знаю. Благодаря этому дальше я начал искать уже в армии. И Господь привел меня к Слову Божию и к Евангелию. Они враждуют. Меня это не касается. Отец мой отец. Дядя это родной дядя. И я теперь с закоулками к нему. И ночью сижу раздвинув рот слушаю. Это в человеке заложено. Ты вымоли у Бога то, что я тебе говорю. Это не мое. Это Бог давал такую жажду. И у вас ответственности нет. Я сделал, повторяю, я к опыту обращаюсь. В бане дым пошел, где там каменка называется. И почему я не знаю. Почему. Камни были маленькие и между ними прохода нету. Легли спать. Я ночью встал, к утру разломал печь и к утру ее сделал. Пришли в печь новую. А как так? Никто не знает. Я ответственен за это. Вы у меня были в лагере. Вас хоть раз наказал я? Ни за что. Ты знаешь, как тщательно я разведываю все это. Сейчас хочу сказать, что вы взрослые и тут шум и крик будет. Но это страшнее намного. Потому что я молюсь и говорю, в твои руки, Господи, предаем. Поэтому вы болели и мне жаль вас. И говорят, а какая причина болели? А какая причина, что я не болею? Вот она сказала, все болеют. Все вычеркни. Я не болею. И когда Татьяна записывает больнее, вычеркни, а Евтихий был, знаете, помазание. Я не болею, я отошел в сторону. Мне мазать не надо. У меня Лизарадович помажет меня. А когда он заболеет, тогда с оборудованием будет. Ни один не видел меня лежащим. Я в своей биографии. Надежда Васильевна прожила полвека, и она меня не видела еще лежащим. Строго себя держи. Вот я в интернете в чате рулетка-то. А сколько мне лет? Ну 60-65. Когда скажу 80, все, как так это? Никак. Потому что у меня всегда радость. Радость общения с вами. Ты не знаешь об этом. Я встал ночью, а ты передо мной стоишь. Я вижу, ты погибаешь, плачешь. Я не вижу. Я еще не знаю этого. Я внутренне соприкасаюсь с этим. И вы мне наносите боль, когда вот такое есть. Старший, почитай старшего. Старший Ваня, не Енафа. Ваня старший. Вот ты должен показать пример. Готовить кто будет? Вот у меня Володя готовит. А я когда могу, подойду, там может быть картошку иногда почистить. Уже свареную там, чуть-чуть. Он все время готовит. А его не было? Ну, сам готовлю, да и все. И кошек кормите. Не одна, не две, а шесть. С голубями там вожусь и проще. Все равно работа. Это отдых необходим. Готовьте. Вам никто не будет готовить. Если вы сейчас будете, говорят, колбасить, как попало, к вам ехать уже опасно. Там за вами тетка, другое. Вы им не нужны. Будут быть избожники, от вас все отвернутся и под дедомом вас растолкают. Это рядом уже стоит. И никакие мы, помощники, вам... А кто вы такие? Ну, сейчас суд будет и кто? Да никто. А она на нас скажет, что мы вас обобрали, то другое. Но она доказать, конечно, не сможет, потому что мы ничего не брали у вас, а давали. Я вас осенью снабжаю и мука, и крупы, и масло. Ну, когда что можно, что есть. Один наказ, чтобы только мыши не съели. У вас этого нет. Вот отец у нас рассказывает. Вот у них, говорит, на стол, когда подавали, бывает, горшок поставят в жире. А кто старше, он первым делом залазит, кусок рукой прям в суп. Из супа вытаскивают. Все, это его. У вас этого нет, что делиться. Я ловил вас на чем-то и каесе. Если компот в мешке лежат, дырку сделайте, она будет вытаскивать. Сахар дырку прокопает, будет сочить на руку. А это самое настоящее. Так, сейчас мы придем, молитесь. Закончилось тропин. Вы ешьте. Оставьте им, Лена. Оставьте. Ваня, не вздумайте обижаться, что я говорю. Без того, что пришел к врачу и не показать раны, где болит. Как лечить-то? Мы должны это вскрыть, все гнойники разрезать. Ложиться вовремя. Ложиться вовремя. И вечером молиться. Я ложусь спать, все помолились. Вот я ложусь раньше, а он еще сидит после меня часа два больше. И мы сразу помолимся тогда, а он меня отпускает. Я не ложусь спать, пока не помолимся. А утром всегда 4.40. У меня девчонки были. Студентки жили. Сестра училась. Ну, там, татарки какие-то. Сразу договор. Все становятся на молитву. А мы, мусульманки, вы слышите, я не сказал. Ты молишься, как так и молись. Но вставать вместе. На все. У нас молитва не длинная, не больше полчаса. А дальше вы снова можете лезть спать. Спать можно. Они уже молятся ради того, что спать дальше у них будет. Договора не было с Никитой Сергея Павловича. Он на молитву утром не встает. А у нас молитва идет. Мы молимся перед экраном. И молятся во всем мире. И в Америке, и в Ирландии, и везде. И люди говорят, теперь мы можем вчерашнюю вашу молитву включаем. У нас другие пояса там в разности в 5 часов, в 6. И молимся вместе с вами. Я кроме послесловия еще на полчаса затягиваю. Какие слова тебе говорил? Один день святой жизни или о посте. Вот так. Ну вот, а все понятно. Я еще могу сказать. У меня власти никакой нет, как над его отцом. Мать звонила. И говорила, что вот то и то можно сделать. Как и Васильевна. Ирина Васильевна. Ирина Васильевна. Я знаю. Я у ней был. Власти мы никакой над вами не имеем, чтобы вас побудить. А это плохо. Вы сами думайте. Вот мы сейчас расстанемся. Вечером во сколько ложиться. Ты можешь ложиться так. Вставать обязательно все вместе. Готовить. Как вместе живете и кто готовит? Да ты бери на себя и хоть каждый день готовь. Какой-то. Вот он сам готовит каждый день. Я ему говорю, давай я буду готовить. Да нет, я сам. Ну я только и раз тому. Не готовить мне. Возьми это на себя. И чтобы они смотрели. Учись готовить быстро, экономно. Там картошку лучше я делаю так. Сварил ее, мелочь такую. А потом ободрел, когда она варена. А потом истолкли. Истолкли. Пожалуйста, кашу. Маски заплеснул или укропу там все есть. Все. Жить надо уметь экономно, дешево. Истолкли. Истолкли. Вот я скажу, в данном вопросе. Истолкли. И по телефону я скажу, по телефону сейчас все записывается. Так, наведи порядок. Сегодня же собрать вместе. Рукава не тянет. Я говорил об этом. Ребется, опусти подальше его. Видишь, отдай. Без платочка, чтобы из дома не выходили. Платочки где? Рукавами утираются. А в лагере ты за стол не сядешь. Значит, мы уже пришли, выбросили. А сами сопливите. И куда ты их размазываешь? Эту смазку-то. Продавать не будешь. Платочка нету. Я сказал, платочков нету, я дам. У нас был один. Платочка нету. Сразу ему 15 платочков подарили. Через день ни одного нету. Так, платочки, что были всегда, во всех карманах. Правый карман. Сняла кофту там. У тебя здесь следующая рубашка. Везде положите и никогда не забудешь. Только пошел, у тебя нет с собой. Без платочки никуда. Начните с малого. Без молитвы за стол вместе молиться. И за стола вместе. Не сидеть. Одному долго. Наведите такие вещи, которые указали, переписали. Что-то там пищу берете, там по избе. Я слышал, бегают там это. Игра какая-то или что? Все вместе за столом не едят. Одна взяла у себя за стол ушла. Тарелки на подоконнике в спальне стоят. А значит ела на подоконнике. То есть нету общей даже трапезы совместной, семейной. Это хулиганство просто. Везде едят вместе. В тюрьме, в лагере, в армии, в монастырях, где есть что-то общее, везде одинаково. По команде сели, встали в монастыре. И вот у нас дома, у вас сколько, четверо? А у нас десятеро было ребятишек. И мы этого не знали, побрось. Сигнал, все за столом. И за стол, и за стол всегда молились. Ничего не знали, а молитву за стол, и за стола знали. Без дела не оставались. Никто днем не спал никогда. Я и могу передать вам этот опыт. А отец ничего нас не мог научить, кроме как работать. Он пастух. Без руки. Все от матери. Матери нет. Вместо матери, и на попусть будет. А какая она, я не знаю. И замуж, а не торопитесь. Кому она нужна такая болячка, аптека? Это горе будет и развод. Сначала вылечись. А то уже все, невеста, и пошло дело. Я знаю. Я уже, кажется, кто там лезет и сватывается. Я уже отводил в сторону и беседовал. Ты маленько-то смотри. Ты сейчас покажи, чтобы она могла вылечиться. Муж любит жену какую? Здоровую. А сестру? Богатую. Брат-сестру богатую. Вот так. Все у меня. К нам какие-то вопросы есть? Нет. Нету. Значит, вы сможете это передать? Нет? Значит, к утру будет стоять ролик. Пусть ролик посмотрите. У нас никакой тайны здесь нет. Мы говорили о том, тетя какая, уважай всех. Ходить туда лишний раз не надо, где неверующая. А уважение такое выражается. Евангелие подарите. Говорите о Боге, о вечности. Никогда не хамите. Никогда за глаза не обсуждайте никого. Не надо. У вас все забито своими бревнами. Вам не надо это. Если сучки выискивать. Понятно? А об отце вы ничего не можете, ему ничего не говорить. Только плакать. И это оборвется внезапно. Когда вы даже не думаете. Внезапно он домой не придет. Где-то будет замерзший. Нашли труп и прочее. Раз с вами он не одет. Но он как бы пока он есть, выйдет дома. Он ваша защита. Он ваша защита от детского дома. Понятно? От детского дома защита. Он мастер. Все может делать. И у меня был, в рот не брал никогда мы жили. Мы жили вместе. Пасли вместе. В одном доме жили. Как только выйдет замуж, ума наберется. Нет, он остатки растеряет. Ваня, что ты любишь? Такая же жена будет. Прось, а что ты любишь? Такой же муж будет. Что ты будешь делать? Вот и весь ответ. Ты делай так, чтобы все считали за счастье побыть с тобой и поговорить. Это защита, как Ваня говорит. Броня. За тобой любая жена будет скрываться. Зарабатывать надо. А ты накид тройки. Тройка это нуль. Ты должен знать только на отличный и выше. Я в детстве было, плохо слышал. Иногда, временами. Плохо. Хорошо. Я не слышу, какой урок. Я все время шел, урока надо вперед учил самостоятельно. Мне это так сгодилось в жизни. Не знаю. А я учитель, что слышит, не говорю, а учу урока надо пораньше. Самостоятельно. Вот это моя глухота послужила мне на пользу. Труд самостоятельный изучать, ни семинарии, ни академии не учался. С профессорами беседовать. Мне даже нужды никакой нет. Учиться. Самообразование. Один человек говорил, учиться, учиться, учиться. Кто это говорил? Ленин. Гражданин Ульянов, разбойник. Но в словах сказал хорошие. И говорит, наша радость от трудовых успехов. Все у меня. Спасибо. Идите, поешьте. Поблагодари Бога. Давайте. Господи Божий наш, слава тебе. Прости нас и помилуй. И ты сам руководи нами, этими детьми. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом. Так, идите, обедайте. Вам удобнее сюда принести? Не надо сюда, там стол. А, просто поели уже все. За стол. Заходите. Так, придите тех, кто не обедал. Может, там это убрали, дайте. Входите туда. Галя, 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 галя. Лоски, только лоски. Лоски возьми. Все, три штуки. Галя, пойдем, Палу. Галя, на том столе все накрынет. Вы пошли.